В течение недели смысл вы сейчас платите счастье и уже забираете там или вы завтра хотите, да, конечно, вот один из вариантов как можно было завершить эту ситуацию, да, предположительная сделка используется тогда, когда клиент сомневается, нужно ему, не нужно ему, у него есть много каких-то там сложностей, которые связаны с этой сделкой. Кстати, был замечательный ход. Не смотрите на товар, не смотрите на цену, по-моему, вы это сказали, да, когда были продавцом, в самом начале, да, ну давайте вы не будете смотреть, что вас здесь устраивает. Сделка заканчивается точно так же. Предположим, вы уже купили. Скажите, пожалуйста, как вы будете этим пользоваться? Предположим, вы уже купили. А куда вам доставить? Или, предположим, когда вы купите товар, да, вы ведете себя так, как будто вы уже этот товар продали. Когда вы будете носить эту шубу, да, вы должны ее чистить таким-то, таким-то средством. Когда вы будете использовать эту копировку, вам нужно делать так, 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 так-то. Клиент еще не заплатил деньги, но вы ему рассказываете о том, что он будет делать в будущем. То есть привязались к будущему клиенту. Да, это как раз выход на сопутствующий аксессуар. Завершение со сложностями. Используется тогда, когда клиент тоже сомневается как-то, как нужно ему, не нужно купить. Ваша задача тогда усилить его напряжение. Вы знаете, честно говоря, выбрали очень хороший товар, но, честно говоря, очень быстро разобирают. Да, осталась всего одна штука. Выбирайте. Если не сейчас, вполне невозможно, вы этого товара уже не увидите. После Нового года, совершенно точно, что потом он будет стоить дороже. Сейчас купить выгоднее, чем позже. Следующий способ под дурачка. Клиент отказывается. Вроде бы вы рассказали ему все, что только можно, а его что-то не устраивает. Можно так и спросить. Вы знаете, мне кажется, я рассказал ему все, что я только могу. Я могу что-то еще вам рассказать, чтобы вы купили? Флоп. Да. Скажите, пожалуйста, а что именно вас не устраивает? По-моему, я рассказал вам все, что только знал. Скажите, мы с вами ходим по магазинам уже 3,5 часа. Что я должен сделать, чтобы вы купили эту кухню? И клиент, поскольку он тоже человек, и он тоже устал, и у вас уже точно восстановились доверительные отношения, он говорит, ну, ты знаешь, покажи мне сертификат. Вот я волнуюсь, что товар некачественный. Принес, все, я покупаю. Способ Франклин – описание достоинств товара в сравнении с конкурентами. Признание некоторой выгодности предложения конкурентов и описание своих достоинств. Да, действительно, наша модель несколько дороже. Но дело в том, что мы используем проверенных поставщиков. Дело в том, что она состоит из совершенно точно сертифицированных материалов. Именно поэтому у нее такая цена и такие качества. Либо получают гарантию. Ну да, да, либо гарантию. Вот смотрите, здесь и хитрый момент такой. Конкурентов нельзя вот так вот огульно ругать. Да, у нас есть, а у них нет. Нужно об этом упоминать. Я считаю, что все плохо, но у нас есть преимущество решать. А у нас же только так и на 8. Ну, последний, на него топающий. И последний способ, в общем, мне нравится, он такой азартный. Представим, что у вас идет презентация. Вы рассказали своему клиенту о товаре все, что знали. А клиент как-то не очень стремится покупать ваш товар. И вы усиливаете эту стоимость. Итак, вы берете эту форму? Нет. Берете форму с коньками? Нет, я возьму только форму. Как это работает? Покупатель настроен на продажу, но он борется, он торгуется с вами на самом деле. А по законам торга, если вы знаете, если вы начали торговаться за товар, вы обязаны его купить. Психологически, если вы вложили столько сил в торг, вы не хотите с ними так расставаться, вы хотите его купить. И тут вы... Задача торга – снизить цену. Вы поднимаете эту цену. Итак, вы покупаете форму и коньки. Говорят, нет. Я снизил на ту ступеньку, на которую вам нужно было стоять. Я покупаю только форму. Можете придумать название этому способу сами. Какой из этих способов вам нравится больше всего? Понравился? Или, может быть, вы даже вспомнили, что сами употребляли его, или видели, как кто-то в вашем магазине его использует. Нет, он залог или чистильник. То есть, как бы, нет этого товара. То есть, он закончился. Он говорит, замоку, я окрашиваю. Но завтра его составит видео, но вы оставьте нам залог. Мы знаем, что он придет, но... И вот это тоже часто случается. Когда человек говорит, вот это ему интереснее, вот это, и вот это. Как бы, все будет. Нет, еще часто, что, например, почему ваш производитель, почему именно продукция дороже, несколько, чем архитруктов. Действительно дороже. Ну, порядок дешевле, но наши вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, они соответствуют той цене, которую представлены. Имеет неотворимый плюс по отношению к другим конкурирующим. На тему вот понижения коньки формы. Ревик, ревик, да, ревик. Ну, как это может в вашей ситуации? Вот, кстати, хороший пример. Я хочу это, 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 это. Итак, вы хотите купить мяч, велосипед, плавки и ласты. Что, берем все? Нет, давай только велосипед. Все-таки нужно собрать эту кучу товара, чтобы клиенту было с чего понижаться. Как продавец может сорвать сделку, да? Испугаться сам. Вы что, будете все брать? У вас столько денег? Что, вы собираетесь купить такой дорогой товар? Нет, нет, видите, лучше к соседям, у них там подешевле. Нет, ну некоторые у нас заходят, у нас, как правило, профессиональная форма вратаряна стоит сто с лишних тысяч. То есть, и вот заходят в воскресенье, да, в воскресенье этот человек, в субботу, и они так говорят, «Ой, вы знаете, вы хотели потратить очень хорошую сумму денег». Я говорю, ну, хорошую сумму денег, вы знаете, что товар, то есть вратарский, он дорого стоит. Но я говорю, на какую бы сумму вратарь были? И вот он сразу называет, и я уже смотрю, что я могу предложить. Я уже, как бы, ориентируюсь на это, то есть он там 50 с лишним тысяч, хорошо? Отлично, да. Допустим, я могу вам что-то, то-то, то-то, как вас это устраивает, да, понятно, все это нужно. Или другая ситуация, он в порыве вот этой вот жажды покупки, он просто набирается, значит, там много, а потом, когда ему общий счет выставляется, он начинает уже задуматься, говорит, нет, вы знаете, я не рассчитываю на эту сумму. Есть вот очень важный момент, и мы вовремя, например, ну, если мы касаемся там хоккейной, да, я тебе вообще сказать, что вот, знаете, что вы возьмите вот это. И это я вам просто советую. Я не навязываю, я вам просто советую, потому что вот это, оно не так важно. А вот эти вот основные пункты, они вам все равно, без них, ну, как вот, по-другому, установленный факт, без них вопрос никак не смогут. И конкретную сумму, на какую он хочет одеться, потому что они сразу заходят и говорят, меня на любительском уровне, значит, любительский уровень, это всего хоккейного обороны, где-то в пределах 20 тысяч. Ну, не вратаря, а игрока. То есть я должна как бы ему предложить из этого то-то, 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 чтобы я вместе с сумкой, с бельем, все его собрала и выпустила прям сразу на лету. То есть меня интересует еще, какой суммой он располагает. Мы сразу оговариваем эти моменты. Поэтому здесь тоже это важно. Ну, можно просто спросить, когда вы завершаете уже сделку, и так, у вас осталось полторы тысячи, еще что-нибудь? Берем еще и шлем. Очень часто бывает такая ситуация.